Доброе утро, дорогие друзья! Вчера мы говорили о паразитах в отношениях, вспомнили черных вдов, и у кого-то возник резонанс, да, на костерах. У кого возник резонанс на вчерашний ролик? Тому на проработку этого резонанса, потому что он в вас, а не где-то. А мы зайдем сегодня с другой стороны посмотрим. Вот вчера мы видели, есть такие люди, которые жестко вампирят других людей, и это страшно, да? А теперь давайте посмотрим на этих людей с позиции социума. Я беру произвольную пару, сейчас не привязываюсь ни к одной из тех, которых я наблюдала в своей жизни. Это может быть, например, мать, сын, это может быть там жена, муж, это может быть отец, дочь, там любые отношения, да. Ну, основную пару берем. Вот, например, есть мать, например, старушка, и вот у этой прекрасной старушки умирает молодой сын. Он тяжело болен. И мать бросается по соседям, говорит, помогите, пожалуйста, там, может, врача знаете, может, еще что-то. Вот такое горе у меня. Да? И вот представьте, теперь сказать, что вот эта мать энергетически черная дыра, в которую уходят жизненные силы ее сына. Вот представляете, какой разнос в социуме? Как может мать отказаться и не заботиться об вот этом своем умирающем ребенке? Но это вообще уму непостижимо. Или жена, которая вот с мужем работала на одной работе, да, и у них социум общий, у них люди кругом общие, да, и тут он тяжело заболел. Как она может от него отказаться? Как она может его оставить? Ведь что подумают они и люди. Ведь это же социум говорит. Как ты его не досмотришь? Такого быть не может. Более того, у людей, у которых стоят вот эти драйвера усиленные, вампирические, да, которые закачали на себя программу второго человека, благодаря которой сливают его жизненные силы, они же сразу обращаются куда? Да, в социум. Как это? Мне отказали в поддержке, мне отказали в милосердии. И пошло. Как я могу его предать? Как я могу отказаться от своего ребенка или от своего супруга? Что я не то говорю? Так оно и есть, да. И пошли за поддержкой в социум. А когда речь идет о милосердии, сразу кто включается? Церковь, да, там такие плохие, они хотят забрать и покуситься на этого товарища. Они там ему, его складбище хотят убрать? Да нет, нет, нет. Уже место приготовлено. Уже есть тот, кто пивать будет. Давайте все дружно навозьмем и всем социумом его проводим из этой игры. Я говорю страшные вещи. Разве это не так у нас происходит в обществе? И что делать тому, да, кто по сути дела жертва, но в это время жертвой вдруг оказывается его палач? Да, роли поменялись так раз. Тот, кто был палачом, тот резко заваливается в социуме жертвой. И ему все внимание сваливается, ему вся энергия сваливается еще больше, потому что у него вампирические программы работают. А тот, кто нуждался в этой энергии, кто реально нуждался в поддержке, да, ему достается в лучшем случае физическая поддержка. Его проводят в туалет, помоют жопу, вколют лекарства, благополучно приготовят гробик и положат в него. А то, как течет энергия, люди не видят. Они не видят, что в это время у этого человека забирается еще больше. И это страшно. А это всего лишь способность человека слышать свою душу. Всего лишь, да? И вот эти товарищи активные, достаточно агрессивные. Если что-то сделаешь не по их представлениям, агрессия включается. Как же? Весь мир нам должен. Там столько программ подтянута. Потому что вот этот вот, это не значит, что это люди плохие. Я еще раз оговорюсь. У них есть дисбаланс эго. И в дисбалансе эго программное обеспечение сделано так, сдвинуто таким образом, что есть некая доминантная часть, которая выстроила под себя остальные программы. И любую программу, за которую ты не дернешь, будет служить вот этой программе вампирической, паразитарной. По сути дела, палач, который очень классно встраивается, как хамелеон, в жертву в социуме. И вот этот человек в это время зарабатывает себе карму. Потому что вот там, где много, да, потом следующей жизнью он будет равнять, чтобы у него было мало. И это не значит, что он будет лежать жертвой. Вот точно так же в болезни или еще как-то. Но будет такой сценарий развития событий, чтобы эго было в балансе. А это значит, отхерячит по полной. Но по-другому не бывает. Вот вам основа формирования, следующие ресурсные травмы. И следующего сценария на следующую жизнь. Иногда еще в этой жизни, вот сейчас очень быстро отработки идут. И иногда в этой жизни прямо энергия перетекает. И пошел следующий сценарий, следующий, следующий. И тогда берутся не те ресурсные травмы, которые были старые, которые подтянуло вы шею. А берутся прям свежачок. И он сразу уходит в отработку. И человека просто колотит, шмотает. И человек бедный, несчастный. И кажется, я же такой хороший, я же досматривала этого лежачего. Я же тут весь, всю жизнь на него потратил. А тут херяк и снова прилетает. Но так бывает, и вы знаете. И людей знаете в окружении, у кого так бывает. Но ни у одного из них, ни у одного из них, но во всяком случае я не встречала, чтобы включился мозг, чтобы эти программы отработать осознанно. То есть только по карме. Они просто валят, тупо ходилка, стрелялка, по карме. Вот как программа обот, от боли к боли. Вплоть до предложений. Вот в моей жизни было предложение, когда я людям и смски сбрасывала, и просто звонила и говорила, слышите, вот умирает человек, давайте по гипнозу начнем работать. Да, вот просто для начала. И вы знаете, кто отказывался? Умирал муж, а гипноза боялась жена. И так и не дала она пойти ему заниматься. Умирал муж, а от монастыря отказалась жена. Но жена была очень хорошей женой. Она сразу его отправила на кладбище, очень хорошо похоронила. Много людей собралось, все его в последний путь провожали. Когда я вспоминаю вот эти все вещи, мне жутко наблюдать вот эти перевертыши сознания в социуме. Их невероятное количество. Я просто сейчас задела больную тему, на которой многие будут резонировать. Ну ладно, вернемся к нашим жертвам. Так что же делать нашим жертвам, которые уже больны? Бежать, валить. Просто валить куда-нибудь. А знаете почему? И если вокруг вас действительно люди, которые говорят, что любят, вы им просто задайте один прямой вопрос. Ребят, вот я эту болезнь получил рядом с вами. Вот я жил с вами столько лет, и рядом с вами у меня развилась эта болезнь. Может, это что-то значит? Может, есть шанс, если вас не будет рядом со мной, что эта болезнь уйдет? И тогда есть варианты, пока есть силы, уехать, например, в другую страну, полностью сменить место обитания, место жительства, и климат, и все остальное, социум, сознание, взять книги какие-то с собой и изменить свое отношение к тому, что у вас в социуме было, и вы считали правильным, и рассмотреть его под другим углом. А может, иметь смысл начать с неправильного. Может, там в этом неправильном и зарыта собака, может, там на самом деле все было не так, как вы думали. У нас же в сознании очень много перевертышей. И жизнь будет все равно их переворачивать и ставить нормально, все расставлять по своим полочкам очень даже здорово. Просто валить. Просто бежать. Просто уйти в монастырь. Просто изменить свою жизнь на 100%. По всем параметрам. Абсолютно по всем параметрам. И тогда у человека появится шанс. И это первично даже по сравнению с медикаментозным лечением. Хотя я бы от медикаментозного лечения не отказывалась ни в коем случае. И при возможности поддерживала бы его обязательно. И в том месте, куда вы отправитесь. Если уже есть жесткая привязка к лечению, то можно отправиться просто в глухую деревню, снять там дом, нанять соседку, которая будет помогать досматривать работу какую-то, выполнять. Это если ваши люди, которые вокруг вас действительно вас любят, заботятся о вас и так далее. И этих людей удалить из своей жизни. Хотя бы на пару лет. И тогда у вас появляется шанс на жизнь. Потому что там еще подсознательные механизмы будут срабатывать. Подсознательные механизмы, знаете, какого плана? На выживание. Инстинкты на выживание у нас очень сильные. И если у нас условия определенные, где надо выживать, то они тут же дадут о себе знать и поставят нас, включат вот те ресурсы в нас на выживание, которые идут в экстремальных условиях у человека. А это, поверьте мне, это огромные ресурсы. А еще надо учиться слушать свою душу. Надо учиться слушать свою душу, что она говорит. Потому что она не врет. Потому что все время, сколько мы ее подавляем, она, конечно, молчит, молчит. Ходилка-стрелялка не слушает, не слушает. Но в какой-то момент она принимает решение о смене тела. Когда она понимает, что она уже больше не достучится до этой ходилки-стрелялки. То есть она становится ей неинтересна. Вот представьте, вы сидите за компьютером. Там ходит некое тело. Вы хотите управлять, чтобы оно ходило и выполняло те задачи, которые вам надо. А оно вместо этого не слушает своего джойстика. Идет непонятно куда, делает непонятно что. В нем работают какие-то зацикленные драйвера. И так далее. И еще, господа, в обязательном порядке. Если есть какие-то психосоматические нарушения, значит, есть два варианта в подсознании развития проблем. Всего два варианта. Первый вариант. У вас есть некие лишние программы, некие лишние убеждения, перекосы в системе ценностей и убеждений, которые деструктивно работают в психике и мешают этой ходилке-стрелялке слышать свою душу. Это первый вариант. Второй вариант. Это у вас не хватает определенных драйверов. И вы пользуетесь чужими и за это платите. О чем говорю? Вот представьте, в жизни, например, мать растила сына одна, например, без мужа. И все время говорила ему, не ходи, не делай, ты должен вот это. Пошел, купил вот это. Сходил, сделал вот это. Устроился на эту работу. Пошел учиться вот в этот вуз. Женился вот на этой девушке. Знакома? Я когда смотрю на родителей своих детей, да, одноклассников сына, полкласса такого, из первого класса самое главное, вот начинаются вот такие родители, которые этих первоклассников уже затукивают, и к одиннадцатому классу они уже слепые, горбатые, кривые, и пошло. Это ведь вы, родители, делаете их слепыми, горбатыми, кривыми и так далее. Не школа, вы, родители. Если вернуться к нашим баранам, к маме, которая запрессовала своего сына, вырастила таким вот, натюкала, 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 и у сына, например, нет драйверов на зрелое принятие решений, на самостоятельное принятие решения. Эго получается недоразвитым, незрелым, там не хватает вот этих вот драйверов. И тогда эти драйвера надо человеку установить. И когда эти драйвера устанавливаешь, то у человека в жизни тут же развивается событийный ряд, подтверждающий. Нам же обязательно надо, чтобы драйвер установился, чтобы программа установилась, надо предустановка, и потом жизненный опыт, и потом ставится установочная программа уже дальше, да, на работу в жизни. И получается, что после того, как поставил эти драйвера, у человека обязательно развивается сценарий, чтобы был подтвержден он жизненным опытом. И эта программа уже идет подтвержденной жизненным опытом и работает дальше как установка. Таким образом, любая установка дополнительных драйверов, которых в детстве не доставила мама и взяла эту опцию на себя, ее надо будет делать обязательно с человеком, который умеет это делать. И это тоже кусок работы. И теперь, представляете, услышать душу, поставить драйвера, удалить драйвера и так далее. Это все о психике человека, это все о внутреннем мире человека, это все о психотехниках, которые сопряжены. Если я скажу, что это стандартная психотерапия, я вас обману. В стандартной психотерапии нет этих приемов. Но есть люди, которые увлечены экстрасенсорикой, магией, умеют это делать. Вот тогда к ним можно обратиться и доставить, либо самостоятельно. Кстати, во многих своих роликах я очень много психотехник проговариваю, которые идут именно на самостоятельную работу. Выкладываю как можно больше информации, чтобы даже просто посмотрев видео, человек мог у себя провести эту работу осознанно, понимая, что у него картина мира изменится, если он сделает запрос, например, на зрелость, на самостоятельность, на те вещи, которых у него не хватает. У кого-то вообще драйверов по любви не хватает. Ну, не любили его с детства, подменяли. Вместо любви шел тоже перевертыш, да, например. Тоже доставляешь, и у человека вдруг нарисовываются картины мира, где он учится любить. И это прекрасно, потому что на самом деле мы пришли в этот мир быть счастливыми, не страдать, быть гармоничными. Но вот эти перевертыши нам мешают слышать себя, мешают устраивать свою жизнь качественно, мешают быть просто счастливыми. Поэтому я за счастье, а к программе паразитов в отношениях мы еще вернемся. Это только второй шаг сегодня из тех, что я планировала. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok